А вы тут... Да. Сидите вместо того, чтобы отомстить. Ну, в общем-то, прав. Тут я с ним согласен. То есть, все вот эти вот объяснения про... Несколько раз употребляются. Letting go. Letting go. Что ты? Отпусти это. У Пола Маккартни на альбоме «Венера и Марс» песня Letting go. Oh, I feel like letting go. Ну, я долго не мог понять, что это такое. Английский язык местами очень странный. Вот. И вот эти вот предложения, ну... Это же массово сейчас. А ты вот полюби себя. Ты же прекрасен. В каком месте? Ну, если ты жирный, косой, кривой, неспортивный. В каком месте ты прекрасен? Расскажи. Это все чушь. Это вот тебе навязывает общество. А ты вот жирный. И радуйся жизни жирной. И что тут такого? Ты тоже, блин, хороший, красивый. Я тоже личность и человек. Да. Я тоже личность и человек. А, еще если крестик, меня Господь таким зовут. Да, да, да. А если зараз, тоже Господь. То есть, вместо того, чтобы заняться спортом, режим дня, наладить питание, как-то прийти в человеческий вид, вместо этого ты себе начинаешь рассказывать, что это все хорошо, это все замечательно. А что вы меня осуждаете? Я вот не пойму. На основании чего вы? Кто такие? И так далее. И так далее. Ну, всю жизнь было наоборот. Всю жизнь надо... Но это же не значит, что это было правильно. Согласен. Да. Это можно так сказать. И так говорят. Но раньше все время объясняли, что для того, чтобы чего-то добиться, надо приложить усилия. Как там? Без труда не вытащишь рыбу из пруда. Как там? И нахер сесть, и рыбу съесть. От работы кони дохнут. Это не то. Да. То есть, поставив какую-то цель, надо было совершать какие-то действия и чего-то добиваться. Для чего нужна сила воли? Работоспособность и всякое такое. А вот этих всех чморили все время. Если ты в Англии жирный, обращаю твое внимание. То есть, жирный ребенок – это все. Это не просто объект насмешек. Тебя затравят натурально. Нельзя быть жирным. Ни под каким соусом. Вот это недопустимо. Абсолютно. Это абьюз. Понимаешь? Это же тоже нехорошо? Травля? Нехорошо. Так и жирным быть нехорошо. Нехорошо.